Чем заняться в пятницу вечером? Можно посмотреть сериальчик, можно прогуляться, можно лечь пораньше спать. Да шучу я, мы будем болеть за наших. 7 июня, пятница, групповой этап, Украина-Сербия, не пропустим. Давайте поддержим наших ребят вместе с партнером моего канала. Все ссылки, как прежде, в описании под видео. День доброго. Старший отец. Где ваш телепи на меня? Давайте с удостоверения начнем с причины законки. А существует переднего знака? Вставляем постановление. Несите. А зачем вставать постановление? За это предусмотрено постановление. Нет переднего знака, это штраф. Но нет переднего знака. Почему штраф? Почему штраф? Потому что такой закон, так устроено у нас в государстве. Если есть нарушение, нет переднего знака, это штраф. А устные замечания можно сделать? Нет, я не собираюсь вам делать никаких устных замечаний. Потому что если вы остановили И если вы не выполните норму закона Значит вы нарушитель И я вас предупреждать не буду Я вас буду наказывать Поэтому либо сейчас вы идете Составлять постановление на меня Либо я наказываю вас Выбирайте Ты мне сейчас сентиматум поставлю? Нет, это я вам напомнил Для чего вы работаете Да я знаю для чего я работаю Тогда постановление Я передаю документы И вы составляете на меня И все, я получу штрафа Я вас спросил по собаку Где ваш там одно из нас? Какое-то имеет значение где он Если его нету Это нарушение Не важно по какой причине Если я вам скажу Что украли у меня ночью У инопланетяне Это же не поможет Правильно, вы же все равно Составите постановление Давайте сразу с этого начинать Чтобы не пяну Потому что так закон придуман был Мы с вами находимся Сейчас Отсюда даже могу посчитать Я закончу Мы с вами находимся В 300 метрах От Верховной Рады И Кабинета Министров Именно они там Утвердили эти законы Которые мы с вами сейчас И будем соблюдать Окей? Что ж не нарушают? Нет, честно Как это? Если бы никто не нарушил Если бы никто не нарушил Вы бы меня не остановили Если бы меня остановили Смотрите, какая история Система номерного знака Это нарушение Правил дорожных движений Великолепно Это нарушение закона Подзаконного акта Следовательно Надо оформлять Надо оформлять Надо оформлять Поэтому давайте Здравствуйте Доброго дня Ничего не вижу Веселого в моем нарушении Есть нарушения Нет передня Поэтому давайте Это оформим Можно просто Подъявить Ваш институтный метод Транспортное средство Можно Но только Нет Смотрите Да А скажите пожалуйста Какой пункт Какой пункт Правила я нарушил 30.2 А теперь давайте вспомним Есть предусматривает ли это нарушение Устное предупреждение А малозначимость Нет, нет, нет Я говорю Конкретно Поэтому конкретно Нарушению Есть четкий Свод Наказаний Что вы Какие меры воздействия Должны ко мне применить Вы не можете На свое усмотрение Решить Что отсутствие Переднего знака Это малозначность Как это малозначность Может быть Какая-то усмотренная Конструкция Подождите Вы же не эксперт И я не эксперт Мы не будем Посмотрите Все просто Мы с вами не будем На какую-то Слепую удачу Полагаться Есть нарушение Никто с вами не полагается Вы оформляете Я иду оплачивать Передний знак Должен быть На всех автомобилях Которые прошли Сертификацию На территории Украины Если автомобиль Растаможен И находится На государственной регистрации Украинской А он находится Значит Значит Он прошел сертификацию Значит На нем должны быть Два номера По закону Все Если бы этот автомобиль Был на литовских номерах На американских Тогда да В данном конкретном случае Нету ни одного Вменяемого пункта Который можно применить В отношении меня Который мне позволяет Избежать Штрафа за данное Правонарушение Поэтому вы составляете По-любому По-любому А я по-любому плачу Поехали Ребята Вот видите Вот вы уже стараетесь Нет я не могу По ряду причин не могу Во-первых У меня нет этого номера физически Поэтому не могу Следовательно На меня следует Составить постановление А при повторном нарушении Что следует сделать? Снять из судов права Великолепно Дайте шанс Своим коллегам Изъять у меня права Составьте первое постановление Не подсказывайте ему сейчас Он и так собьется Давайте так На данный момент нет Потому что это первое Повторю вторично Зачем вы подсказываете? Ну вот скажите Вы вместе экзамен сдавали? Не подсказывайте ему Он и так собьется Несите постановление Я вас не буду больше развлекать Вы составляете постановление Я вам передаю документы И мы едем Я еду дальше Давайте Да вы не можете По статье 20 Меня просто предупредить За это Не можете Вы понимаете? Да потому что Без номера переднего Нельзя двигаться По территории Украины Хорошо У меня как вопрос такой? Вы сейчас Предупреждаете мне По малозначительности Я завожу машину И дальше еду без номера Как вам такой вариант? Это допустимо? Это допустимо по закону? Возможно Проследуете До какой-то станции Я вам скажу честно Как на духу Не проследую Более того Я буду продолжать ездить Без переднего номера А это запрещено по закону? Почему нам надо Наразать закон? Это не имеет В данном конкретном случае Я не хочу вам Давать какие-либо оправдания Потому что Я не вижу оснований Для того чтобы Отпускать меня без штрафа Есть нарушение Автомобиль не мой Взял его без номера Готов понести наказание Потому что так ездить Недопустимо Вот документы Хочу поменять Эти документы На постановление Можно это сделать? Да Гарного дня Никак, да? Скажите Для чего вы тут стоите? Вот просто интересно Ну для чего? Ну вот просто Объясните людям Которым от вас смотреть Для чего конкретно вы стоите? Чтобы людям Которым занимаются блогерством Которым вылаживаю на YouTube Чтобы Прозумели Что Гадавку ставите Чтобы оно было Выпускало А не просто Для развлекухи Выкидать видео И показывать Веду Я грамотный А вы тут олене Вот так Так а разве вы не олене? Ну а как вас назвать? Я вам документы даю Все Полностью Составьте постановление Вам только Чтобы все пояснить В чем? Составьте номер и ездите Не провоцируйте ездить Не дошло до вас Я вас еще не отпускал Во-первых Только я вас не отпускаю Никуда Ну думали я пошутил Да? Ну думали я для Не думали я для развлечения Ну а кто с вами шут? Не ну я думали Ну так Я прошу вас Выполнить Турмозакон И составить постановление Я с вами Коммерманский Курс Вам сказали А я не нормальный А я не нормальный А я не нормальный Вы сказали Гарного дня За это нету Попереджения Вы нарушаете закон Хорошо Так что хорошо Что вы уважаете Для того Чтобы подать в суд Ментоадминистративные Материалы составить А что смешного Я не понимаю Вас попередила Вам сказали Да за это нету Предупреждения Вы что не понимаете Ну давайте Это суд Так для того Что вы вважаете Федейный право Хорошо Заявление За беспричинную остановку Бланк Листик Я буду писать Что нет На это я тоже Не имею права Так дайте Вы полиция Что нету Заявление Вы будете принимать Я у вас Я могу Конечно Вы же полицейский Я хочу подать вам Заявление О правонарушении Принимайте Будьте любезны Пояснение отбирайте Пишите Я не шучу сейчас Я еще раз говорю Я не шучу Мы с вами находимся Прямо возле Камина Верховной Рады Я двух полицейских Уговариваю Составить постановление На нарушителя Где это видано Где это видано Я не понимаю Закон Вам Из вам Именно Проразки Бесили Они стали резину Переобывать Стали покосить В смысле Переобывать Да Получила резину В чем проблема Ну Постановления нет Они поехали Переобываться И подкосить Мы вместе Выехали Переобываться Подкосить Ну Багла Подкосить А чего Возрезила машина Капец Зачем Зачем Мне деньги Нажимаем Постановление Составляем Зараз Составляем Сколько Ну что Вы тратите Мое время Я ваше время Не тратю Так вот Ребята Пока мы находимся Недалеко От кабинета Министров Немного Рады Вот вам Живой Пример Того Как работает Патрульная Полиция Сегодня И почему Нужно Инициировать Закон О том Чтобы Любой посадовец Возслужащий Нес персональную Материальную Ответственность За причиненный Вам ущерб Как ущерб Во времени Так и материальный Ущерб Потому что Это будет Бесконечная Зараз Это будет Всю жизнь Зараз Мы составим Зараз Зараз Почекайте Зараз Мы переобуемся Зараз Мы Соберемся